Всем добрый день! Сегодня 3 марта 2024 года. Воскресенье. Город Харьков на улице Плюс 2. На улице пасмурно, без осадков, но сильным холодным ветром. Солнышко сегодня встало в 6 часов 14 минут. Зайдет солнышко в 17 часов 21 минут. Долгота дня сегодня 11 часов 7 минут. Сегодня днем у нас будет потепление до плюс 4 градусов. Ночью похолодание до минус 1, будет без осадков, ветер 6 метров в секунду, влажность 60%. Всем привет, дорогие друзья! Погоду вы нашу увидели. У нас погода непонятная, ни солнышка, ничего такого, сильный ветер. В общем, не весенняя погода, наоборот, какая-то ерунда. Получается, но будем надеяться, что все как-то образуется. Знаете, после вчерашнего моего видео мне поступило очень большое количество комментариев с советами, что у меня, что у меня, ну, фактически нервный срыв, нервное истощение, моральное истощение, как хотите называйте. Советовали даже, что мне принимать. Во-первых, всем большое спасибо. Спасибо. Я уже вчера прочитала в интернете многие вещи, симптомы все те, которые, как у меня. Ничего абсолютно не хочется, но я немножечко поясню, почему, собственно, это все привело. Из всего того, что я вчера начиталась после комментариев. Частично, к слову сказать, я ответила на комментарии, но не всем, просто мне не хватает времени. Я шумоглая делала и я больше отдыхала. Как написано, это первым пунктом везде, что нужно больше отдыхать. Итак, из-за чего все это происходит? Ну, во-первых, потому что на себя взвалила достаточно большую, скажем, большой пласт работы. Ну, как вы знаете, мы живем сами, то есть, ну, у нас такой помощи нету, как бы, чтобы кто-то помог с Полиной мне, там, что-то как-то где-то. Вы же понимаете, да? То есть, все это сваливается на меня. Естественно, там я делаю, там я делаю, там я делаю. Все это, ну, как бы, объять необъятное невозможно. Везде, со всех сторон кто-то что-то требует. То-то надо, то-то надо. И, соответственно, идет сначала усталость. Сначала идет усталость, потом идет уже угнетение и так далее. И все это приводит вот к такому результату. Да, это на самом деле факт. Плюс, ну, погода не способствует, погода не способствует нормальному состоянию, потому что солнышка у нас очень мало. Ну, так получилось. Я не знаю, иногда бывает, как бы, и зимой у нас солнышко, правда, холодно бывает. И, ну, вы поняли меня. Поэтому, да, эта ситуация... Во-первых, тут еще такой нюанс. Или, во-первых, во-вторых, не знаю в каких. В прошлом году у меня не стало папы. Это был большой стресс для меня. Ну, собственно, у меня с 2011-го друг за другом уходили. В 2011-м не стало мамы, в 2013-м не стало бабушки, в 2015-м не стало дедушки, в 2013-м не стало папы, между этим в 2020-м еще не стало дяди. Сами понимаете, это очень, ну, такое, достаточно тяжелое все это событие. Да, то я была помоложе, и все. Но плюс маленький ребенок на мне с самого рождения был, с которым фактически помощи никакой не было. Конечно, за сколько лет, ну, вот, например, мы берем поле, поле 14 лет, да. Конечно, за 14 лет со всеми этими событиями, плюс еще маленький ребенок, плюс отдать в школу, плюс все это со всеми вытекающими, да. Плюс не очень удачная работа, но это не в рамках этого видео, это когда-нибудь я соберусь, я сделаю и расскажу. Вот, но не сейчас. И все это накапливалось, соответственно, плюс еще куча работы. Это то, что огород, это дом, это, ну, все хозяйские вопросы и так далее. То есть все это фактически ложится на меня. Конечно, это стресс. Да, я что могу, я делаю. Но по натуре я такой человек, я хорошо училась. Что училась я в школе хорошо, что я училась в институте хорошо. И как оказалось, вот из всего того, что я прочла, это называется синдром отличницы, когда люди пытаются и стараются сделать все хорошо, тщательнейшим образом. А я такая в этом смысле. Я стараюсь, если я уже делаю, то я делаю основательно. То есть, грубо говоря, если у меня где-то там что-то вот нужно убрать, я если убираю, то это я убираю основательно от и до. Оказывается, вот этим вот такие вот люди и страдают. Что перфекционизм вот так называемый, то есть лучше, если даже там где-то что-то захламлено, ну, пусть оно так и лежит. Как бы стараешься когда убирать, да, с одной стороны, но у меня просто нет помощи. Все. И этим все сказано. Да, сейчас подросла Поля. Конечно, она мне помогает. Я ее учила лет с пяти, она мне там помогала нарезать что-то. Да и вообще ребенка надо к этому приучать. Но сейчас у нее куча уроков. Сильно тоже она мне не поможет. Муж, да, у него работа. Когда он не на работе, конечно, помогает, но тем не менее, вы же прекрасно все понимаете. И все это за много лет накопилось. Стрессы, недосыпы, нервы постоянные. Ну, плюс еще, я вам так по секрету скажу, но это тоже не в рамках видео. У меня проблемное наследство. Это лично мое наследство. Конечно, оно все накапливается и выходит в такой вот, не знаю, как назвать, в такой шарик. Ну, вот оно и копится, 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 подпитывается, подпитывается, подпитывается. И получается вот такая вот реакция. Знаете, у меня и раньше были, ну, скажем так, где-то в девятнадцатом году, в двадцатом. Это еще не было никаких боевых действий у нас тут в Харькове, ничего. Вот. Тоже были усталости. Но я как-то пыталась, старалась, не знаю, отдыхать. Все это. Но все равно оно накапливается. Это должна быть, ну, скажем, комплексный отдых, которого я не получала многие годы. То есть реально просто взять и отдохнуть недельку, чтобы над тобой никто не сидел, конечно, я этого не могла. Вот. Ну и вылилось это вот в эту ситуацию. Плюс весна холодная, как у нас. Нет, хорошо, если у кого-то из вас там солнышко и тепло, и замечательно, это прекрасно. Но у нас так. Поэтому я прочла, что могла. Вчера я легла раньше спать. Я ночью тоже просыпалась. Вот. Как обычно, у меня тоже часто мучает бессонница. Ну, это на нервной почве, как я понимаю. Вот. С этими уроками и со всем на свете. Поэтому я решила, я все равно себе куплю препараты, основанные на травах, и пропью. Ну, в данном случае у меня валерьянка есть. Сначала начну с нее, а потом уже посмотрю по своему состоянию. Поэтому другого варианта у меня нет. Отдыха так называемого я тоже не получу, потому что, ну, некому это делать будет. Да, конечно, с мужем я поговорила. Он говорит, давай будем как-то, я буду что-то делать там, ну, что-то будет, поле делать, чтобы ты немножечко, просто чуть-чуть, немножко передохнула. Но это все равно вопроса не решит. Значит, буду, скажем так, отдыхать в процессе работы. Поменьше буду разговаривать вообще с, ну, даже на нашем переулке. Не хочу, потому что люди очень есть, любопытные, расспрашивают, распытывают. Я этого очень не люблю, когда лезут в душу. Вот. Ну, значит, буду игнорировать полностью. Знаете, я нашла лайфхак. Не знаю, кому-то он понадобится, или понравится, не понравится. Вообще, вы знаете, я разговариваю на русском. Но я неплохо знаю украинский язык. Я его выучила в свое время сама. Так получилось. И вот, когда мне начинают задавать какой-то вопрос, вопрос не очень удобный, и я на него не хочу отвечать. Я перехожу розмовляти з людиною украинською мовою. Я вам скажу, это очень действенный способ, не знаю, как это еще сказать, но он очень действенный. Например, у нас сусед, он очень любил нам вказать, что нам делать, оскільки мы живем окремо от всех. Он такой, такая человек. И вот, когда я его вижу, он там что-то, он на русском говорит, Оля, там надо вам то-то, то-то, то-то. Он указывает чужой человек, понимаете? И я ему, знаете, говорю, сначала я на русском отвечала, а потом, когда я его вижу, доброго дня, дядя Толя. Вы знаете, у человека аж типает. Все, больше он ко мне не подходит. Когда он один раз подошел, я говорю, я вас уважно слухаю. И все, и после этого все. Он ко мне больше не подходит. Так что возьмите на вооружение, кому, может быть, кого-то тогда отшить. Нет, правда, серьезно. Человек от нас отстал, по крайней мере пока. Поэтому спасибо большое всем тем, которые мне посоветовали, что мне пропить, что у меня на самом деле. Я, правда, это очень ценю. Вы не подумайте там, что... Потому что реально, ну, иногда просто не с кем поделиться. Семья – это семья, это понятно, но есть иногда, скажем так, необходимость такая поделиться с чужими людьми. Потому что часто чужие люди дают более, скажем так, действенные советы. Вот. И посоветуют, и посочувствуют, и все. То есть огромное всем спасибо, кто вчера написал мне. Вот. И за слова поддержки. Правда, я все это видела. Я сегодня открыла, ужаснулась от количества комментариев. Правда, серьезно. Потом думаю, так, ладно, надо сбивать номенклатуру, как учил мой папа. И начала потихонечку отвечать там, кому могла. Вот. Ну, не ко всем. Потому что я, если отвечаю, то я захожу к человеку. Но не всегда это у меня получается, потому что, опять же, надо помогать с уроками. Поэтому вот так вот я вам сегодня всем рассказала, все показала. Погоду, ну, вы наши увидели. Готовку я вам сегодня не покажу. Если честно, у меня не было вообще никаких моральных сил ничего делать. Вот. Мы сегодня с Полей как-то перебьемся. Вот. Ну, а дальше как-то буду себя заставлять пытаться. Ну, что мне остается делать? Ничего. Поскольку другого выхода у меня нет. Ну, в общем, всем вам сегодня хорошего дня. Не такого пасмурного, как у нас, правда, угнетает конкретно. Ну, и дальше буду вот, скажем так, пропивать лекарства, основанные на травках. Это мне, по крайней мере, можно. Вот. И буду потихонечку себя успокаивать. Больше спать. Потому что недосып у меня идет конкретно. И встаю я очень рано, а это не очень хорошо, как оказалось. Ну, я жаворонок. Я ложусь рано и встаю рано. Мы так уже как-то привыкли. Вот. Ну, значит, надо будет корректировать свое поведение и свое, скажем так, время. В общем, все я вам рассказала. И всем сегодня хорошего-хорошего, классного дня, мира. И всем пока. До завтра.